Многократную чемпионку мира по пауэрлифтингу Инну Филимонову мы застали на тренировке. Где же ей ещё быть? Ведь совсем скоро чемпионат Европы. Только здесь Инна не тренируется, а тренирует. Уже три года она ведёт спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата к победам на соревнованиях. Её подопечные, придя в этот зал впервые, даже пустой гриф без дополнительного веса поднять не могли. Теперь они делают жим с весом более 70 килограммов. У Кости прогресс налицо. Он ездил на всероссийские соревнования, занял третье место. Алина тоже занимает призовые места на областных турнирах. Мне очень здесь нравится. Хорошая компания, добрые люди. Спасибо большое Инне Михайловне, что организовали такое место. Мне это очень помогает держать себя в форме физической, не быть такой расслабленной, расклеенной. Чувствовать себя хорошо, быть в хорошем настроении. На самом деле очень тяжело. Проще же всегда, если у тебя какие-то отклонения или в коляске лежать дома, ничего не делать на диване. Во-первых, это и работа родителей, это их усилия очень большие. Когда они сами, вот Артур, например, на коляске иногда доезжает от дома, ну очень сложно. Даже добраться сюда, а потом показать высокий результат, это опять же надо тренироваться. Два-три раза в неделю надо тренироваться. И результаты, в принципе, у всех есть. У кого кто по здоровью лучше стал себя чувствовать, кто на соревнованиях выступает. Саму Инну в спорт привёл старший брат, когда ей было всего шесть лет. Она закончила школу Олимпийского резерва по лыжным гонкам. В детстве её кумирами были лыжницы. Анфиса Резцова, Елена Вяльбе. Тогда Инна не представляла, что будет серьёзно заниматься пауэрлифтингом. 22 года она в этом спорте. Личный рекорд по классическому пауэрлифтингу в приседании 175 килограммов, жим лёжа – 85, тяга – 190. При этом Инна – мама двух дочек. Одной 14 лет, другой шесть. Именно после рождения детей спортсменка почувствовала подъём, горы хотелось свернуть, ставила цели и новые рекорды. Правда, для девчонок Инна в первую очередь мама, а не чемпионка. И всегда они переживают, когда там победа, поражение, переживают. Но для них-то я мама, я для них не спортсменка. Они как-то, мне кажется, не ощущают. Это другие. О, там, звезда. И побежали. Ну, у них просто так обыденно. Мама. Спорт в их семье – это норма. Дочки занимаются гимнастикой, а муж Инны – старший тренер сборной России по пауэрлифтингу и личный тренер. Много лет Инна удерживается в лидерах и призёрах на самых престижных международных стартах. Не так давно вернулась из Барселоны с соревнований Арнольд Классик. Там стала третьей. И лично познакомилась с Арнольдом Шварценеггером. Рассказывает, что её удивило, как тысячи людей за минуту окружили звезду кино, политики и спорта. Ну, к нему тоже невозможно было подойти просто там. Можно с вами сфотографироваться? Это, ну, нереально просто. Потому что очень много сопровождающих, которые следят вокруг него. И только когда президент Международной Федерации Гастон Параж представил официально его меня, ну, вот, там, Фельмонова Инна, многократный чемпионка мира, входит в аллею международной славы по нашему виду спорта. Вот. Только после этого он, ну, улыбнулся мне. Гуд лак, позвал удачу, позвал руку. Для своих подопечных Инна такая же звезда. Причём она не только следит за их физической формой, но и устраивает совместные чаепития и даже учит их шить игрушки. Казалось бы, при каждодневных тренировках у Инны просто не должно оставаться времени на что-то ещё. Но по воскресеньям вместе с дочками они обязательно ходят в школу рукоделия и шьют вот таких симпатичных кукол. Делают украшения, занимаются декупажем. Ведь после полученного на соревнованиях адреналина нужна разрядка. Инна нашла её в творчестве. А ещё дома у неё целая стена с кубками и медалями. В 2016 году меня включили в аллею международной славы пауэрлифтинга. Я единственная спортсменка из России за мои выдающиеся успехи в спорте. И прислали мне сертификат такой Международной Федерации. Инна часто ходит в школы и детские сады, общается с ребятами, рассказывает о пользе спорта. Дети всегда с восторгом смотрят на её награды, примеряют. Есть примета, если загадать желание, держа в руках золотую медаль, оно обязательно сбудется. Сотни ребят уже загадали свои желания. А вот у Инны такого благоговения перед своими наградами нет. Завоевав очередную медаль, она понимает, что пройден некий рубеж и можно двигаться дальше. Екатерина Старикова, Виталий Сергеев, Губерния 33.